Итак, битва за дешевый аквариум или сокращенно БЗДА. Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и конечно случайные зрители. Видеопроект посвященный битве за дешевый аквариум постепенно подходит к завершению. И уже в этом видео мы запустим аквариумных рыб. Но перед этим хочу обсудить один из важнейших моментов, на котором мне указал подписчик Дмитрий Столбовский. Азотный цикл. Вообще на канале Пара есть отдельное видео посвященное этой теме. Однако эти видео смотрят не только мои подписчики и верно утверждать, что многие, особенно начинающие аквариумисты, могут погубить рыбу. Смысл в том, что когда я запустил аквариум, я сказал, что через 5-7 дней запущу рыб. Но это не совсем верно. Смысл в том, что в новом аквариуме должен пройти этот самый азотный цикл. После чего и запускается рыба. Как обычно делаю я и многие аквариумисты, берем воду из уже запущенного аквариума и мешаем со свежей водой. Такой запуск считается быстрым. Вода из старого аквариума содержит нужные полезные бактерии, которые за 5-7 дней выравнивают, если так можно выразиться, баланс воды. Если вода новая из-под крана, колодца, колонки, встречал еще людей, которые запускают аквариум на бутилированной покупной воде, нужно использовать либо средства для быстрого запуска, либо ждать, пока не пройдет весь азотный цикл. И по-хорошему это не 5-7 дней, а 2-3 недели. Количество дней может варьироваться в зависимости от показателей воды, от объема аквариума, освещения, от того набора декораций, которые находятся в аквариуме и многое-многое другое. Точную цифру дней сказать сложно, но готовность аквариума к запуску рыб, креветок, улиток и других обитателей по большей части видно визуально. Если говорить точнее, то азотный цикл это преобразование одних органических соединений в другие. Некий круговорот, который обеспечивает биологическое равновесие. Нужно понимать, что это естественный и постоянный процесс превращения ядовитого аммиака в более безопасные соединения нитриты и нитраты, которые используются растениями для роста. Перерабатывают аммиак и нитриты те самые полезные бактерии, о которых говорил выше. Рыбки 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 запах, и это тоже нормально. Даже когда в аквариуме появляются непонятные мутные сгустки, на декорациях, возможно на стеклах, это все естественно и волноваться не стоит. Допустимо лишь делать подмену воды. По истечению 2-3 недель запах исчезнет, пропадет муть, и вода станет прозрачной и пригодной для проживания рыб. Ну а теперь с чистой совестью и спокойным сердцем давайте же запустим жителей аквариума. Как я уже говорил в прошлом видео, тут будут жить десяток другой самых простых креветок черри и мелкая рыбешка. Черри на авито в моем городе можно купить по 10 рублей. Итог 100 рублей потрачено. У нас остается 112 рублей на рыбок. Я долго думал каких рыб завести. Конечно аквариум маленький, да и сумма в 112 рублей ограничивает. Я просил вас написать свои пожелания в группе вконтакте, и спасибо что откликнулись. В итоге я решил купить Данио и неспроста. Во-первых, это достаточно дешевая рыба, и ее цена варьируется от 10 до 50 рублей, в зависимости от того, где вы ее покупаете. Я купил с рук у человека, который их разводит дома, по 15 рублей за штуку. Потратил 75 рублей за 5 рыбок. Осталось 35 рублей. Выбирал сам. Данио, рыбка неприхотливая, яркая, разноцветная, окраска. Но мне интересно другое. Мне хочется вернуть потраченную 1000 рублей. И поэтому я решил в дальнейшем отневестить этих рыб, поднять малька и продать. Что из этого получится, смотрите в следующих видео вне проекта Бзда. Постараюсь отснять все этапы этого процесса. Посчитать расходные материалы и корм для малька, и вместе с вами найти покупателя для них. Ну что ж, теперь давайте доделаем наш аквариум. Займемся фоном. Самый простой бесплатный способ сделать фон, это найти пакет подходящего цвета и размера. Что в принципе я и сделал. Некоторые прибегают к цветной бумаге, но тогда я могу порекомендовать обклеить бумагу скотчем, чтобы она не обмакала при подмене воды и других процедур с аквариумом. Все, фон готов. Хочется добавить, что я пробовал ставить в аквариум внутренний фильтр. Конечно, вид аквариума сразу теряет свой внешний вид. Да, и это еще и расход около 1000 рублей. В итоге я отказался от этой затеи. Чуть добавил все тех же растений. Если обратили внимание, грунт немного позеленел. Уезжал на два дня, а свет в аквариуме выключить забыл. Когда вернулся, весь аквариум был зеленый. Убирал все руками и подменами воды без химии. Немного зелени осталось, конечно, на грунте и растениях, но это дело времени. Ну что, на этом видео подошло к концу. Все, что делал с этим аквариумом, показал и рассказал. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok